Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как стать легким на подъем? Я ужасно тяжелый человек, что касается поездок и быстрой смены обстановки. Всегда думаю, как организовать себя, собрать вещи, какие именно вещи, это утомляет. И потому все поездки и перемены воспринимаются тяжело. Хотелось бы иначе. Такой у нас вопрос. Ну, смотрите, то, что вы ужасно тяжелый человек, и то, что вы не можете себя организовать, имеет ряд оснований, ряд причин. Это могут быть и ваши особенности, ну, такие особенности, например, как темперамент, такие особенности, как, например, тип нервной системы в той или иной степени. Вот. И, в общем и целом, тут могут быть еще некоторые причины. Вопрос в том, что вы себя заставляете это делать. То есть, вот то, что вы себя заставляете быть человеком, ну, более легким. Ну, это, на мой взгляд, является проблемой уже. Ну, это, на мой взгляд, по крайней мере, по крайней мере. То есть, вам бы в этом смысле больше поисследовать то, как вы приходите к тому, чтобы требовать от себя ну, грубо говоря, быть более легкой, как вы говорите, на подъем. То есть, как вы приходите к тому, чтобы от себя это требовать. То есть, из чего, условно говоря, это требование вырастает. Что оно под собой скроет? Да? Ставите ли вы, например, перед собой какие-то задачи, которые у вас не получается решить в результате того, что вы тяжелый, на подъем человек? Требует ли от вас окружающие того, чтобы вы были более, ну, к примеру, более легкой, опять же, на подъем? Или, может быть, еще есть какие-то нюансы? Вот это то, на мой взгляд, на что вам нужно обратить свое внимание. Именно в настоящее время. Именно в настоящий момент. Это то, что очень важно. На мой взгляд. Дальше. Вы говорите, что вам тяжело собирать вещи и так далее. Давайте подумаем, а в чем, в чем, собственно говоря, заключается тяжесть. Что она, эта тяжесть из себя вообще представляет? Вот. Что такое эта тяжесть? Ведь она как-то образовывается, эта тяжесть. Она ведь тоже, опять, она как-то выглядит, эта тяжесть. Вот, давайте попробуем подумать, что именно вам тяжело, да? То есть нам нужно вот разобраться. Конечно, очень важно то, как вы относитесь к, условно говоря, вот этой ситуации. То есть как вы относитесь к ситуации, когда вам, например, нужно, ну, к примеру, ехать куда-то, да? Или что-то вроде того. Именно конкретно, как вы к этому относитесь. То есть что это для вас? Вот сейчас, например, судя по вашим планам, я бы сказал, что вы воспринимаете это как некий такой, ну, не то вызов, не то испытание. Вот. Но почему? Почему для вас это вызов? Почему для вас это испытание? Именно вопрос того, как вы это видите, очень важный момент. Вполне возможно, что вы требуете от себя того, что, в принципе, вам довольно сложно реализовать. То есть, иными словами, вы требуете от себя чего-то не совсем возможного. То есть именно конкретно для вас. То есть конкретно для вас невозможно будет собраться. Но вы не делаете, условно говоря, вы не делаете поправку на это. То есть вы просто как бы продолжаете от себя, от себя этого требовать, несмотря ни на что. Вот. Ну, насколько это, опять же, является гуманным по отношению к вам. Вот. То есть насколько это проявление внимания по отношению к вам. Вот это очень, очень, как мне кажется, важный момент. На мой взгляд, по отношению к себе вы поступаете, ну вот, я бы сказал так, не совсем гуманным. Вот. Когда, к примеру, требуете от себя делать то, что делать вам. Ну, вообще делать не можете, да? Конечно, вам решать, вам, конечно же, решать, будете ли вы продолжать требовать от себя или нет. Но здесь же встает вопрос мотивации. А какая мотивация? Мотивация быть легкой в всем для вас. Ведь, чтобы что-то преодолевать, нужна мотивация. Если мотивации нет, то и преодолевать особенно не хочется. То мне кажется, что здесь вы, в той или иной степени, немножечко по отношению к себе нечестно. Вы себя обманываете. Да, вы требуете от себя быть легкой на подъем, конечно же. Вот. Вы требуете от себя этого. Но хотите ли вы этого? И на этот вопрос нужно ответить. Нужно ответить. Вот. Хотите ли вы быть легкой? И понятное дело, что есть люди, которые очень сильно любят путешествия. Очень сильно любят смену обстановки. Такие люди есть, это правда. Но являетесь ли вы одной из этих людей? Как мне кажется, не совсем. Иначе бы такой вопрос у вас бы, в принципе, не вставал. Но если вы хотите что-то делать с помощью этой легкости, то есть если вы хотите, чтобы легкость помогала вам, то есть если вы хотите, чтобы, условно говоря, вот с помощью, да, ну с помощью как бы своей легкой легкости чего-то достигать, чего-то добиваться, если вы этого хотите, то это более чем реально. Но давайте хотя бы сформулируем тогда, а чего же вы хотите добиваться? Чего же вы хотите, практически, понимаете, да? Вот это очень важно. На который вам нужно поцараться найти ответ. Вот как-то так. С другой стороны, легкость, точнее тяжесть может быть результатом определенного опыта. То есть вот то, что вам тяжело куда-то переезжать, то есть вам тяжело куда-то собираться, а вполне возможно может быть связано с тем, что у вас был довольно серьезный негативный опыт, опыт взаимодействия с этим. Ну, например, когда вас ругали, например, когда вам там вменяли это в вину, да, то есть как-то вот какой-то негатив, и для вас это стало сложно. Поэтому этот негатив нужно прожить, чтобы он вас не управлял. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать с собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.